В заводе по производству креогенного оборудования открыли новый корпус. Технику Балашхинского завода используют во всех космодромах. Дарья Московцева с подробностями. Казалось бы, при чем тут цветы? Но с помощью этого опыта гостям церемонии открытия показывают, как действует жидкий азот. Самая низкая температура вещества, видимая человеческим глазом. Теперь этот внешне неизменившийся цветок можно просто разбить об стол. Чтобы получить этот сжиженный газ, его нужно сперва выделить из окружающего воздуха. Воздухоразделительные установки – так называются аппараты, которые производит теперь модернизированный завод Криогенмаш. Азот используют в медицинской промышленности, аргон, столеварный, кислород вообще во множестве отраслей. Популярность оборудования, способного разжижать природные газы, очевидна. Действительно, это огромная гордость для компании, что этот научный потенциал, созданный еще 65 лет назад, удалось развить и сегодня вывести на абсолютно другой уровень. С вводом этого нового машиностроительного комплекса, Криогенмаш получил возможность, по сути, удвоить объемы своих производственных возможностей. И теперь с готовностью, опираясь на те достижения в рамках разработки продуктов, готов выйти, в том числе на экспорт. Рынок экспорта уже освоен частично, с восточной стороны. Китай и Индия на данный момент основные потребители продукции. Но она также используется на космодромах по всему миру. И дальнейшее расширение очевидно. Раз, два, три. Дамы и господа, новый Криогенмаш запущен. Предприятие, которому принадлежит завод, в советские годы на всей территории строило Криогенное производство. Сейчас, оставаясь лидером, оно имеет потенциал и в импортозамещении. Здесь можно делать оборудование, которое до этого производилось лишь в двух странах на планете – Америке и Германии. Сейчас, в связи с экономической ситуацией, эти возможности стали остро актуальными. Особенно приятно, что с большим экономическим эффектом, налоги, которые будут приходить в консолидированный региональный бюджет, составят около 900 миллионов. К 2020 году эта налоговая база должна удвоиться. Около 2,5 миллиардов рублей инвестиций и около тысячи рабочих мест созданы. Кстати, специалистов не только нанимают со стороны, но и растят в своих собственных в учебном центре. Ноя, возвращаясь к опытам, помимо крупного высокотехничного машиностроения и глобальных целей, демонстрирует эксперимент по кулинарно-бытовому применению жидкого азота. Мы получаем пастообразное вещество типа масла, которое даже можно в виде небольшой шутливого эксперимента намазать на хлеб. Дальше он превращается, спирт превращается в так называемую шубу. Это жидкость, с которым двигаются кристаллики замороженного спирта. И только после этого он превращается в абсолютно твердый материал. Да, вы знаете, есть такой плотненький запах спирта, но кусать, я так понимаю, его нельзя, да? Нет, ни в коем случае. Минус 100 градусов, это гарантированно ожог. Дарья Московцева, Денис Полиничко, новости 360. Конкурент норвежской семги подрастает в Подмосковье. В Серпуховском районе на рыбной ферме выращивают осетров, стерлить и севрюгу. И на каждой рыбине можно ставить товарный знак, сделанный в России. К фермеру за продукцией выстраиваются очереди с шеф-поваров элитных ресторанов. О том, как рыбный бизнес в рост, пошел репортаж Елена Ширяевой. Вместо трех лет в природе в этих бассейнах рыба вырастает за один год. К тому же набирает внушительный вес – больше 10 килограммов. Здесь подрастает отечественная конкуренция той же самой норвежской семги. Осетросибирский и русский – севрюга азовская. Рыбы выращивают на заводе по уникальным технологиям. Кстати, оборудование можно запатентовать. Эти приборы основатель фирмы Владимир Себастьянов сделал сам. Здесь нет ничего импортного. Это все сделано из отечественных материалов. Так как мы делали, это примерно где-то в 4 раза дешевле, чем покупать вот это импортное оборудование. А вот здесь вот вы видите, вот это биологические фильтры. Они, в принципе, уникальны. Это наша разработка запатентована. Они очень эффективны на уровне самых лучших мировых образцов. А ведь сначала открывать осетровую фирму было огромным риском. Но, как говорится, кто не рискует, а в случае Владимира Себастьянова, тот не ест деликатесы. Ежегодно выращивают до 30 тонн рыбы, из которой получают тонну черной икры. Один килограмм стоит 50 тысяч рублей. Дорого, но в очереди уже несколько московских элитных ресторанов. Многие рестораны сейчас вынуждены переходить на отечественную продукцию. Особенно не повезло кафе с европейской кухней. В таких заведениях из меню исчезают многие блюда. Андрей Махов, шеф-повар русского ресторана в Москве, говорит, наоборот. Им повезло. Ассортимент увеличился. Сейчас мы используем активно северные рыбы. В частности, вот красную рыбу, семгу, мы заменили на нерку, на чавычу, на горбушу. В связи с санкциями мы открыли для себя, вот я для себя открыл, очень много продуктов отечественных, которых я раньше не знал. Фермеры, хозяйства малые, большие стали активизироваться. Они выходят на рынок, они выходят на рестораны. По оценкам специалистов, в 2014 году объем поставки рыбной продукции за рубежа упал на 13%. Это примерно 900 тонн рыбы теперь должны производить в России. Владимир Себастьянов уже придумал новый антикризисный проект. Хочет создать некий кластер и объединить вокруг себя других предпринимателей. Поставлять им корма, допустим, да, там, вот как я сказал, посадочный материал, обеспечивать работу, там, оборудование следить, что. Людям не нужно будет такую высокую квалификацию, допустим, как держать у себя в штате, там, их теолога. Их задача будет только кормить рыбу и следить, чтобы там работала оборудование. Взамен у них будет возможность реализовать эту продукцию. Но этого, конечно, мало, чтобы покрыть все запросы. Поэтому бизнесменам, которые хотят открыть такое сложное дело, нужна некая подушка безопасности в виде больших госзаказов или сниженных процентных ставок на кредит. Елена Ширяева, Денис Полиничко, Новости 360. Лет в разгаре, но не все жители столичного региона отправятся в этом году на море. Пляж в Подмосковье не хуже, чем в Турции или Египте. Речь идет о благоустройстве и перечне услуг. Перед выходными на Химкинском островке отдыха побывал губернатор Андрей Воробьев. По желтому песку в жару прогулялась и Алла Гранкина. Здесь и золотые пески не хуже, чем в Болгарии, и волейбольные зоны, как в Майами-Вич. И спасатели почти, как в Малибу. И девушки в купальниках дадут фору калифорнийским красоткам. Нет разве что отелей премиум-класса и волны поменьше, чем на Бали. А так, чем не альтернатива заграничному отдыху? Какой у вас самый популярный напиток? Мохито безалкогольный. Алкоголя нет на пляже, да? Нет. А то, что на пляже алкоголя нет, люди как-то не расстраиваются? Нет, не расстраиваются. Андрей Воробьев в первую очередь интересуется безопасностью. Ее на пляже обеспечивает Химспас. Постоянная инспекция скотеров, а на суше спасательные вышки и медицинские кабинеты. Осмотрев пляж, глава Подмосковья остался доволен увиденным. Он прошелся по песку, пообщался с посетителями прибрежного кафе и поинтересовался их впечатлениями. Вообще нравится все, очень культурно, прилично все сделано. Мы тут бываем раз в два в неделю. Очень хорошо все обустроили, волейбольная площадка, тверняки. Есть чем заняться. В современной кабинке для переодевания, душевые, туалеты, спортивные площадки и кафе. Все оформлено в едином стиле. Есть прокат шезлонгов и лежаков. И даже специальная зона, где можно приготовить шашлык. А скоро здесь появится еще и детский бассейн с горками. Сегодня очень много людей, горожан и гостей нашего города приезжают сюда. Мы хотим, чтобы этот пляж имел свое имя на территории Московской области и пользовался большим вниманием. Поэтому будем совершенствоваться. Андрей Воробьев осмотрел территорию еще из катера. Ему рассказали, что в будущем планируют облагородить и противоположную сторону канала имени Москвы. И создать там новый пляж, не хуже. А этот уже облюбовали местные спортсмены и экстремалы. Мы позиционируем свой пляж как спортивный, как для семейного отдыха и для спорта. Поэтому мы увеличили количество спортивного инвентаря здесь. Здесь есть волейбольная площадка, столы для настольного тенниса, площадка воркаута. Пляж Ферст так преобразился в этом году, как и парк имени Льва Толстого, где он расположен. Расширили территорию, сделали работу по ландшафтному дизайну. Андрей Воробьев рассказал, что на этом дело не кончится. На реконструкцию парка дополнительно выделят 150 миллионов рублей. Там хорошая реконструкция. Я знаю, что выходные дни, зимой, летом, там просто полон жителей. Гуляют и мамы, и дети, и взрослые. Поэтому я считаю, что это здорово, когда модернизируется парк, играет музыка. Настроение совершенно другое. Сейчас территория парка 26 гектаров. В планах открыть тут велодорожки, продлить центральную аллею и сделать больше детских развлечений. Но главное, как и на пляже, безопасность. Абсолютное большинство парков под Москвой оснащаются сегодня видеокамерами. И когда дети гуляют по вечерам, ребятишки, подростки, всегда беспокойно в парке. Но вот система видеонаблюдения позволяет и правоохранительным органам в случае каких-то эксцессов реагировать. В Химкинский парк и на пляж приезжают люди и из Москвы, и из других городов области. Благо, добираться недолго. Только за последние выходные пляж посетили 2000 человек. Так что, если вы еще не решили, чем заняться в выходные, рассмотрите этот вариант. Екатерина Захарова, Алла Гранкина, новости 360. Зрители телеканала 360 могут отправиться в виртуальное путешествие. В специальном проекте в движении прогулка на корабле по каналу имени Москвы. Ну а вместе с нашими операторами на борту лайнером корреспондент Вадим Мурашов. Здесь все как в аэропортах. Металлоискатели и рентген установки. Рано утром эта процедура на причале речного вокзала собирает очередь. Все спешат на круизный теплоход Михаил Булгаков. 300 пассажиров на 6 дней отправляются в путешествие по маршруту Москва-Мышкин. По пути из Московско-Ярославскую область лайнер сделает несколько остановок в подмосковных городах. Экскурсия – это наш конек. У нас до 4-5 выборных экскурсий в городах следования. Поэтому даже если человек ездит каждый год, он каждый год найдет какую-то новую экскурсионную программу. До отправления несколько минут. Туристы занимают свои каюты. Татьяна Шувалова специально прилетела из Америки, чтобы отдохнуть с семьей. Путешествие на теплоходе – их давняя традиция. Очень красивые наши корабли и наши места, наша природа российская. Я сейчас живу не в России, но Россию люблю просто вообще всем сердцем. А вот Елена Губарева уже несколько лет путешествует одна. Всегда выбирает небольшую одноместную каюту. Теплоходы заменяют ей заграничный отдых. Я вообще бывалый уже турист. Неоднократно, тем более, с Булгаковым дружу. Неоднократно плаваю. Пока гости распаковывают чемоданы, наши операторы по всему кораблю устанавливают шесть камер с широким углом обзора. С их помощью в новой серии проекта «В движении» зрители увидят уникальные кадры пути теплохода Михаил Булгаков. Выставляем назад мы корму камеру. Подключили ее к телефону через Wi-Fi. Сейчас выставимся и будем писать. Камеры непрерывно в течение нескольких часов снимают берега Подмосковья, а также капитанскую рубку. Попасть сюда удается далеко не каждому. По пути многопалубный теплоход проходит каскад шлюзов. Лайнер словно бумажный кораблик. То поднимают, то опускают на 15 метров. Эти гидросооружения особенно нравятся туристам. Увидеть подмосковные просторы с борта теплохода Михаил Булгаков вместе с его пассажирами смогут и зрители проекта «В движении». Вадим Мурашов, Алексей Зарышняк. Новости 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова